После отмены режима самоизоляции в России выросли продажи товаров для активного отдыха. Согласно исследованию крупнейшего интернет-ритейлера, по сравнению с прошлым годом, продажи велосипедов и самокатов выросли в пять раз, а роликовых коньков в шесть. Также пользователи активно складывали в электронную корзину скейтборды и пенеборды. Их продажи в июне выросли в семь раз. Одни покупают, другие берут на прокат. При этом не все соблюдают меры безопасности и рискуют нанести вред не только собственному здоровью, но и окружающим. Тему продолжит Анна Рабчук. Электротранспорт становится опасной модой. 500 рублей за полчаса, короткий инструктаж и ты уже водитель. Взять в аренду такой байк могут даже те, у кого нет прав. В 16 же нет прав водительства. Ну если только человек приходит, получается, с родителями, что и, получается, родители берут уже ответственность, соответственно, он как бы катается с отцом или с матерью под ответственность взрослого. По инструкции от пункта аренды кататься на таком транспорте можно только по велодорожкам. На деле электробайки повсюду. Они развивают скорость до 40 км в час и мешают прогулкам. Возмущенные тюменцы стали чаще обращаться с жалобами в администрацию. На опасных водителей, незаконную предпринимательскую деятельность и самовольное размещение пунктов проката. Мешают, мешают, конечно. Они еще на большой скорости катятся, а дети маленькие бегают, их же не уследишь. Я не знаю, были случаи, конечно, столкновений не были, но мне кажется, если не были, то будут. Налоги предприниматели все же платят. А вот разрешение на размещение пункта проката никто не давал, говорят в администрации. Этот бизнес пока в правовом вакууме. Что на сегодняшний день планируется? Ну, прежде всего, по пунктам проката планируется установление статьи и внесение этой статьи в Кодекс Тюменской области об административной ответственности за самовольное размещение вот этих пунктов. Если выявляются такие пункты, и мы будем получать сигналы органов администрации города, то, естественно, в рамках земельного законодательства будет осуществляться мероприятие по демонтажу данных объектов. Дорожные правила тоже не регулируют движение такой техники. Пока водители приравнены к пешеходам. О проблеме в России говорят давно. И вот, наконец, подготовлен проект поправок в документы. В планах ввести новое понятие – средства индивидуальной мобильности. В правилах будет прописано, кто и где может передвигаться на этих средствах. Все зависит от возраста водителя. Например, ребенок до 7 лет может кататься на самокате по тротуару. Подросток от 7 до 14 лет по велодорожкам. А те, кто старше 14 лет, получат право даже выезжать на проезжую часть, если не предусмотрено велосипедных полос и дорожек. Также им разрешат двигаться по обочинам. Скорость в смешанном с пешеходами потоке будет ограничена 20 километрами в час. При движении по проезжей части нельзя разгоняться. Максимум 60 километров в час. Устройство должно быть оборудовано электродвигателем, тормозами, фарой и световозвращателем. Моноколесами и гироскутером выезд на проезжую часть будет запрещен. Специальные права пока вводить не будут. А вот размер штрафов обсудят этой осенью. Анна Рапчук, Гульнара Успанова, Александр Изосимов, Тюменская служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok